Время итогов новостей. Добрый вечер. В студии для вас работает Дмитрий Двойнев. И Динара Жанбатырова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. И в начале выпуска Курткага. Только ради статистики. Мажелисмэн раскритиковали программу АУЛ Ельбесэгэ. Как тратили миллиарды, мы расскажем. Эволюция Конституции. Какие поправки будут внесены в основной закон страны? Погиб в мирное время. Новые подробности в деле смерти солдата в Жамбульской области. Суд Медэкспертиза вынесла свое заключение. Специальная комиссия создана для ликвидации последствий непогоды в Туркестанской области из-за сильного дождя. Там затопило пять населенных пунктов. Больше всего пострадал Кокпакский сельский округ в Казыгурском районе. Ливень был настолько сильным, что вода топила не только улицы и дворы, но и дома. Человеческих жертв, к счастью, нет. Но погибло сотни голов скота. В затопленных селах побывала моя коллега Катерина Попкова. Непогода в Казыгурском районе натворила немало бед. Небывалый для этих мест ливень перешел в настоящий потоп. Сельчане до сих пор не могут прийти в себя от такого каприза погоды. Поток хлынул и в дома сельчан. Люди говорят, плавали не только паласы и мебель. От продолжительного дождя рухнули и стены, а следом за ними и потолок. Дома ушли под воду больше, чем на метр. В основном не выдержали натиска стихии, саманные строения. Сельчане говорят, хватило 20 минут, чтобы ливень натворил таких бед. У Гульсун-Пушанова едва не утонул сын. По словам женщины, потоп всех застал вражплох. Мой младший сын прибежал и говорит, что помещение, где скот, затопило. Мы побежали спасать корову, затем зашли в дом, чтобы спрятаться, а вода и туда пришла. Не могли дверь открыть. Попытались через окно вылезти, а ребёнок под воду ушёл. Я чудом успела поймать его за руку. Грязь из домов черпают не только взрослые, но и дети. Одни не пошли сегодня на работу, а другие в школу. Затопило огороды и подсобные хозяйства. Люди говорят, а рыки и каналы они чистят постоянно. Но такого ещё не видели. В некоторых местах поток воды был такой силы, что на ногах не смог устоять даже скот. В Кокпакском сельском округе, который пострадал от непогоды больше всего, по данным Акимата, погибли больше 300 животных. Сейчас нужно определиться, сколько животных выжило. Мы взяли базу из ветеринарной службы. Теперь проводим инвентаризацию. Составим акт. Вопрос о компенсации будет речать ветеринарная инспекция области. Самих жителей теперь беспокоят, что будет дальше. Тем временем для ликвидации последствий от непогоды создана специальная комиссия. Она же будет подсчитывать ущерб в пяти населённых пунктах области. По данным спасателей, вода попала во дворы 53 домов, затопила одну Тойхану, 16 хозяйственных построек и 18 домов. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Туркестанская область. Итоги дня. Стихия вышивала в Кызлардинской области. Там из-за сильного ветра без света остались жители Жанакурганского района. Авария на линиях частично устранена. А вот в посёлке Жанакурган электроснабжение полностью восстановлено. Отметим, порывы ветра были такой силой, что сорвало крышу с пяти административных зданий и одного жилого дома. Жертвы пострадавших нет, размер нанесённого. Стихия ущерба сейчас подсчитывает специально созданная рабочая группа. Специалисты ДЧС уже приступили к восстановлению повреждённых объектов. На данный момент ремонтируются повреждённые линии в сельских округах Кейдена и Жайлма. Поступила информация, что в некоторых сёлах ветром снесло крыши в жилых домах и сельских клубах. Подробности мы сообщим после проверки. В Актау же попытались заручиться поддержкой Небесной канцелярии. Там провели старинный обряд по вызову дождя. Он собрал больше двух тысяч человек. На набережной у амфитеатра они прочли коллективную молитву, прося у Всевышнего послать осадки в засушливый регион. Инициатором мероприятия выступило местное духовенство. По словам организаторов, провести древний обряд. Тасаттык просили местные фермеры и землевладельцы. Дело в том, что в прошлом году область настигла суровая засуха, погибло множество животных. Тасаттык – древний обряд. Ещё наши предки собирались вместе и коллективно читали молитву, прося не спаслать дождь. Он необходим нам именно сейчас для земли, скота и растительности. Наши традиции – это символ нашего единства. Озвучены новые подробности в деле гибели солдата в Жамбульской области. Суд медэкспертиза не обнаружила прижизненных травм и гематом. Создана специальная следственно-оперативная группа. В рамках уголовного дела рассматриваются все возможные версии произошедшего. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. По словам замначальника генштаба Сирика Бурамбаева, в ведомстве заинтересованы в объективном расследовании. Командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих. Мы понимаем горе родных и близких, в первую очередь родителей, потерявших сына, и выражаем глубокое сочувствие. Вместе с тем, общественность непременно должна знать правду об обстоятельствах гибели рядового колбая. Руководство Министерства обороны скрывать ничего не собирается. Родители и родственники солдата, после случившегося, сразу же посетили воинскую часть. Ознакомились с условиями быта. Своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын. Напомню, трагедия произошла в минувшую пятницу, 22 апреля. Рядовой срочной службы Алибек Колбай скончался в военном госпитале поселка Гвардейский. Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, но он скончался, не приходя в сознание. Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. Соболезнование семье погибшего выразил президент страны. Он считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. По факту смерти солдата Касымжимар Тукаев поручил компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование. К другим темам. Завтра еще 23 тысячи казахстанцев получат смс-приглашение от Басыбанка на участие в новой программе по субсидированию арендного жилья. 26 апреля начинается второй этап подачи заявок. В тестовом режиме единая платформа работает уже неделю. За это время одобрение получили 300 человек. Напомню, принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан. 50% будут покрываться госсубсидиями. 50% платит сам арендатор. На реализацию программы предусмотрено 50 миллиардов тенге. Субсидирование начнут уже с мая. В правительстве планируют, что помощь по этой программе получат 70 тысяч казахстанцев, нуждающихся в аренде жилья. Подбасыбанки будут ежемесячно мониторить платежную дисциплину и ежегодно проверять получатели субсидий на их соответствие условиям программы. Акиматы, в свою очередь, не реже одного раза в квартал, будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает. Специалисты напоминают, снимать жилье у близких родственников, родственников супругов и бывших супругов, а также пересдавать арендуемое жилье запрещается. У 52 клиентов были задолженность по налоговым отчислениям. И у 46 клиентов были выставлены платежные требования поручения. То есть это означает, что у него есть какая-то задолженность, например, в других банках. И, соответственно, он не может пользоваться деньгами, которые приходят на другой счет. Эту проблему мы решаем сейчас законодательно. В Министерстве индустрии разработан соответствующий законопроект. Он находится сейчас в Можилисе. Между тем, эксперты прогнозируют в ближайшее время дефицит жилья в Казахстане. Они связывают это с нестабильностью в производстве и продаже строительных материалов. И здесь дело даже не в сложившейся геополитической ситуации, из-за которой сегодня существенно подорожали импортные стройматериалы. Проблема куда глубже. На строительном рынке уже давно назрел кризис, а государство не инвестирует в отрасль. Так считают в Союзе строителей. Нет крупных отечественных заводов по производству стройматериалов. Казахстан элементарно не может обеспечить себя даже цементом и кирпичом. Об этом говорят эксперты. По данным же госорганов, 54% строительных материалов производится в нашей стране, а завозим мы 46%. Но это лишь официальная статистика. На самом деле разница в импорте куда больше. Есть такой научный способ экстраполяции. Мы наблюдаем последние 10 лет и делаем прогноз на ближайшие 2-3 года. То есть этот прогноз, он доказывает, он эффективен, он доказал свою работособственность. Мы наблюдаем, что в ближайшие 2-3 года рост цен будет продолжаться, инфляция будет тоже продолжаться. Исходя из этого метода прогноза, то и строительные материалы будут расти, и квадратные методы будут расти. В Казахстане вновь может подорожать газ. По крайней мере, повышение цен на топливо может коснуться коммерческих предприятий. Об этом сегодня заявил глава нацкомпании «Казакгаз» в Сенате Санжар Ажаркешев. Пожаловался парламентариям, что нынешний тариф для населения в размере в среднем 14 тенге за куб уже стал убыточным. Пытаясь и дальше удерживать социальные обязательства перед населением и обеспечения бесперебойной газификации, оператор вынужден выправить положение за счет повышения тарифов для бизнеса. Правда, точные сроки возможного увеличения стоимости газа для юрлиц в «Казакгазе» не обозначили. Вопрос убытка 162 миллиарда тенге было сгенерировано за 2021 год, потому что внутренние цены у нас убыточные. Мы продаем, национальная компания «Казакгаз» продает населению, розничные цены уже ниже себестоимости. Например, примерно 25 тенге за куб мы продаем за 14, 11 тенге с куба мы теряем. Тем временем из-за отсутствия средств у газового оператора заявили сенаторы, уровень изношенности газовых магистралей по стране превысил 75%. По данным Минэнерго, свыше половины газовых сетей не меняли больше 30 лет. В критическом состоянии газопроводы в западной части страны, где в любой момент может случиться срыв газа, вода и электроснабжения населенных пунктов и производственных объектов, добавили в энергетическом ведомстве. Село под ключ. Под таким девизом в Казахстане намерены переформатировать программу развития сел АОЛ Ельбесегэ. Существующие стандарты и способы просто не выдерживают никакой критики. Об этом сегодня говорили мажористмены. За три года реализации проекта потратили 206 миллиардов тенге, но модернизация коснулась лишь чуть меньше семи сотен сел из выбранных трех с половиной тысяч. К якобы уже модернизированным селам у депутатов тоже немало вопросов, так как зачастую деньги, выделенные на ремонт больниц, строительство детских площадок или медпунктов в одном селе, дробились на другие проекты ради увеличения количества охваченных деревень и статистики. И в итоге страдало качество. Четко расписать обязательства республиканского бюджета, местных бюджетов и бизнеса. Сегодня, когда этого нет, это порождает в конечном итоге некое ждевенчество, когда, вплоть до того, что там кусок улицы в ауле заасфальтировать, мы сидим и ждем, когда с бюджета с республиканского выделят деньги. Там, где регион может, он должен решать сам. Там, где он не может, это на примере воды особенно ярко видно, да, но не вытащат регионы. Блоки регионы поставят 1200 блоков, а 600 сел централизованных мы должны сделать за счет республики. Всего же в течение следующих четырех лет в республике намерены повысить уровень жизни почти 8 миллионов сельчан, проживающих больше чем в 6 тысячах сел. Из них 3,5 тысячи носят статус перспективных, больше тысячи признаны опорными, остальные считаются спутниковыми. На развитие аулов, а это централизованное водоснабжение, дороги, культура, образование, здравоохранение, спорт за предстоящие 4 года планируют выделить порядка 670 миллиардов тенге. Зато жители семьи, которая вскоре обретет статус областного центра, это лето жители проведут без горячей воды. Отключение 300-тысячного населения от горячего водоснабжения тепловики объяснили необходимостью проведения ремонтных работ. Как выяснилось, капитальный ремонт, магистральные и тепловые сети не видели почти 40 лет. Их износ превысил 60%. Специалисты проведут гидравлические испытания, чтобы выявить самые аварийные участки сетей. На реконструкцию центральных, котельных и полную замену изношенных участков потратят около 7 миллиардов тенге. Горожане тем временем вновь подключили бойлеры и уже ожидают баснословные счета за электричество. У нас 315 километров теплосетей в магистрали. После проведения экспертизы по дымовым трубам мы уже будем думать, да и проводить гидравлические работы. И уже будет ясно подключение к ГВС, к городу семьи. К августу месяца примерно. У жителей семьи есть хотя бы надежда, что их проблема будет решена в ближайшее время. Чего не скажешь о баламатинцах, проживающих в микрорайоне Акжар. Дело в том, что они страдают от круглосуточной разработки крупного промышленного карьера по производству щебня. Он работает в непосредственной близости с жилыми домами. Люди жалуются на тучи пыли, из-за которой невозможно дышать. И на шум дробильной техники, не дающий спать по ночам. Акжарцы утверждают, что они обращались во все инстанции. Но, увы, ВОЗ и ныне там. Подробности в репортаже Григория Беденко. Небольшой пригородный поселок Акжар вошел в состав Нороизбайского района Алматы 8 лет назад. Рядом с населенным пунктом уже более полувека разрабатывается крупный карьер, где производит строительный щебень. Ранее этот объект принадлежал Алматинскому домостроительному комбинату. Затем в 1996 году был продан частным компаниям. Сегодня здесь из трех недропользователей остался один – ТО «Карьер Аксай». Территориальный объект находится в Карасайском районе Алматинской области. Но при этом жилые дома города расположены всего лишь в полусотне метров от него. Самая главная проблема – это минус карьеру. Это санитарно-защитная зона, не выдержана менее 500 метров. В случае землетрясения это будет большой обвал всех домов, которые построены вблизи этого карьера. В минуту ездят 5 КАМАЗов. Это невозможно, превышает все санитарные нормы. Жить невозможно, там пыль такая. Я требую, чтобы эти КАМАЗы здесь не ездили. Мы находимся в 600 метрах от административного центра Нарусбайского района. Полностью там налоговая прокуратура, Акимат, да, сердце нашего района. И 600 метров от этого нашего административного центра находится промышленный карьер, который всю ночь работает. Шум, пыль и отсутствие покоя по ночам – это только половина всех проблем местных жителей. Во многих домах из-за круглосуточной работы тяжелой техники уже пошли трещины. Ко всему еще добавилась административная неразбериха. Когда жители Акжара обратились в городской Акимат, им сказали, что объекту город не принадлежит. Затем в Акимате Красайского района Алматинской области посоветовали Акжарцам обратиться туда, откуда они пришли – в Акимат города. На многочисленные запросы во все возможные инстанции люди получают отписки. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь тогда, когда возмущенные жители Акжара написали в администрацию президента. Но даже и тут результат, мягко говоря, вызвал недоумение. Ну, я все показываю. Тут тайны, тайны никакой нет. И вот это уведомление, которое поступило от саноэпидемстанции, мы произвели замеры. Теперь, согласно этих замеров, у нас имеется протокол, акт результата проверки. В этом результате проверки написано, что никаких нарушений со стороны шума не имеется. Таким образом, вектор возмущения был перенаправлен в сторону администрации Алматинской области. В официальном ответе Управления санэпидконтроля Карасайского района утверждается, что в ситуации виноваты местные исполнительные органы. Они выдавали участки под индивидуальное строительство рядом с карьером. Со временем, как говорится в документе, жилые дома и дачные владения вошли на территории санитарной защитной зоны карьера. Причинение нерпостными вреда природе и окружающей среде определяется уполномоченным органом. В случае поступления в соответствии с заключением от уполномоченных органов, управление вправе досрочно прекратить действие контракта. На сегодняшний день от уполномоченных органов заключение по нарушениям в отношении деятельности ООО «Карьер Ахстай» не поступало. Речь идет о таких уполномоченных органах, как Департамент экологии Паламатинской области и Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция. Только после их заключения о том, что есть нарушения, работа карьеры может быть остановлена. Григорий Беденко, Алмаз-адвокат, Мухит Кудыкбаев. Итоги дня Алматы. И к новостям из Аккорды. Глава государства сегодня принял известного экономиста Жексебека Куликеева. Он поделился с президентом своим видением перспектив социально-экономического развития страны. Также Куликеев представил предложение развития национальной экономики в условиях глобального кризиса. Рассказал об укреплении роли нефтегазового сектора. И еще о новостях из Аккорды. В президентском дворце прошла встреча главы государства с делегацией из Пекина. Во главе с министром обороны Канер Вай Вен Хе стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества в миротворческой и военно-технической сферах. И сегодня же Касым Жемартукаев поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции. Глава государства подтвердил готовность приложить усилия для придания нового импульса стратегическому партнерству, основанному на взаимной поддержке и традиционной дружбе между двумя странами. Тем временем после оглашения предварительных результатов голосования в ряде французских городов вспыхнули протесты, которые закончились столкновениями. В центре Парижа силовики застрелили двух человек, еще один получил ранение. Сообщается, что полицейские открыли огонь по автомобилю после того, как тот попытался совершить наезд на правоохранителей. Что еще произошло сегодня в мире в подборке наших международных новостей? Экономисты Грузии выступают за реформы в стране, так как рост инфляции уже непредсказуемым. Цены на продовольственные товары постоянно растут, а доходы населения остаются прежними. Туризм вроде бы ожил и начал приносить доходы, однако он не сможет спасти экономику всей страны. В марте годовая инфляция в Грузии достигла почти 14, при целевом показателе в 3%. Национальный банк прогнозирует к концу года снижение инфляции до 9%, однако экономисты не так оптимистичны. Они уверены, что рост цен продолжится. Геополитическая ситуация в мире тоже сказывается негативно на Грузии. Страна импортирует больше половины потребляемых товаров. В ближайшее время снова ожидается рост цен на растительное масло и хлеб, так как Россия, главный экспортер этих продуктов, повышает пошлину. Великобритания рассматривает возможность открыть первую за 30 лет угольную шахту в стране из-за сокращения поставок российского сырья. Об этом сообщила газета Daily Telegraph. По ее данным, в Министерстве регионального развития предложили начать разработку нового месторождения на северо-западе страны. В Кабмине утверждают, что предприятие позволит обеспечить углем стали-литейные заводы королевства, которые столкнулись с дефицитом топлива. Отмечу на прошедшей в Глазгах климатической конференции ООН. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что не поддерживает строительство новых шахт. Однако, по оценке издания, события в Украине могли вынудить главу правительства пересмотреть позицию. В Шанхай за сутки зарегистрировали 51 летальный исход от коронавируса. Количество положительных случаев ковид в городе уже превысило полмиллиона. Вспышка накрыла и другие города. За последние дни в Пекине зарегистрировано 70 случаев. Больше всего зараженных выявляют в одном из столичных районов. Поэтому власти объявили с понедельника массовое тестирование среди 3,5 миллионов его жителей, а также тех, кто там работает. Рост случаев спровоцировала панику среди населения. Люди стали массово скупать продукты питания, боясь повторения ситуации в Шанхае, где локдаун спровоцировал дефицит продовольствия. Вернемся к событиям в нашей стране. Отключение света как акт терроризма. В Генеральной прокуратуре сегодня рассказали подробности нападения на Алматинский аэропорт во время едварьских событий. По словам представителя ведомства, один из участников захвата воздушной гавани отключил освещение взлетно-посадочной полосы. В результате чего самолет с пассажирами не смог вылететь и простоял больше 10 часов. В это время вооруженная группа громила и грабила само здание аэропорта. Обвиняемому обменяют уголовную статью за терроризм, отметили в Генпрокуратуре. И тот факт, что подозреваемые в январских беспорядках выстраивают линию защиты через жалобы о пытках. Каждое заявление рассматривают индивидуально, отметил спикер. Особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. По всем фактам применения недозвольных методов следствия проводится досудебное расследование. Результаты следствия показывают, что некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты для дискредитации и признания недопустимыми собранных в отношении них доказательств. Еще одна тема, которую сегодня активно обсуждают и эксперты, и рядовые казахстанцы, это поправки в Конституцию. Напомню, президент обратился в Конституционный совет касательно изменений и дополнений в главный закон страны. Одна из поправок предусматривает исключение из Конституции нормы о полномочиях Ельбасе. Вместе с тем планируется сохранить исторический статус первого президента как основателя независимого государства. Кроме того, предлагается внести в Конституцию поправку, которая даст возможность избирателям отозвать мажилисмена, который не выполнил предвыборные обещания. В целом роль парламента и местных представительных органов будет усилена. В условиях Второй республики страна перейдет от суперпрезидентской к президентской системе власти. Казахстанцам же расширят доступ к конституционному контролю. Граждане смогут обратиться непосредственно в Конституционный суд. Он поможет в разрешении законодательных противоречий и закреплении верховенства права. Вот что говорят по этому поводу эксперты. До этих пор граждане Республики Казахстан могли обращаться в Конституционный совет только через суды. То есть с таким заявлением суд мог обратиться в процессе рассмотрения конкретного дела. Судьбу этого заявления решал судья. Этот порядок работал не так эффективно. Теперь граждане могут обратиться непосредственно в Конституционный суд. Данное нововведение следует рассматривать как составную часть концепции слышащего государства. Вопрос заключается, на мой взгляд, даже не столько в том, что сокращается объем полномочий у главы государства, а столько в том, чтобы усиливались другие ветви власти. Парламент, маслихаты. При этом в системе государственной власти предусмотрены такие положения, которые усиливают правовую защищенность личности. В обновленной государственной модели особый конституционный статус приобретают фундаментальный для нашей страны институты. Речь идет об уполномоченном по правам человека. Конституционный статус также предусмотрен и для прокуратуры. По мнению экспертов, эти изменения откроют гражданам более широкие возможности для защиты своих прав. В нашем законе есть специальный закон о полномоченном органе, который был принят в 2021 году. Но, однако, именно в связи с новым изменением, дополнением в Конституцию, именно вводится отдельная статья в Конституцию, где там указывается о неприкосновенности, полном объемном полномочии этого полномоченного органа по правам человека. Именно чем они будут заниматься, кто может туда обращаться. Конечно, любой гражданин нашей республики, которые были, их не нарушены конституционные права. Каждый из нас может обратиться в этот орган о защите своих прав. Специальная рабочая группа по конституционным изменениям завершила свою работу. До конца августа будут внесены конкретные предложения по внедрению этих поправок в конституционное и иное законодательство. Решение о принятии этих изменений будет определено парламентским голосованием до конца года. И в продолжении темы нарушения прав в Карагандинской области арестовали директора дома престарелых и социального помощника. Они подозреваются в хищении пенсионных выплат своих подопечных. В доме престарелых проживает 90 человек, среди них 30 инвалидов. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество в отношении двух и более лиц». Максимальный срок за это деяние – 7 лет колонии с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности. Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционировано меропресечение в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. У многих казахстанцев преклонного возраста вскоре, похоже, отпадет необходимость в подобных учреждениях для престарелых справиться с нехваткой финансов пожилым поможет новый проект «Серебряный возраст». Он позволит трудоустроить 5000 человек старшего возраста. По правилам проекта работодателю, который возьмет в свой коллектив пожилого сотрудника, государство компенсирует до половины его заработной платы. В регионах программа уже начала работать. Жительница Шымкента Гульнари Туймебековой в этом году исполнилась 56. В детском саду, где она работала нянечкой, ее попросили освободить место для более молодого и активного сотрудника. Женщина осталась без работы. В моем возрасте найти работу очень сложно. Мне сейчас 56 лет. Я ходила в разные организации, но работу не нашла. Поэтому пришла в центр занятости. Тут обещали помочь. И таких, как Гульнара, в Казахстане много. И в итоге тысячи немолодых безработных рождают такое явление, как неофициальная биржа труда. Их можно встретить в любом большом городе. Вот так, к примеру, выглядит стихийный центр занятости в Шымкенте. Причем в поисках вакансий тут в основном совсем молодые специалисты. Но есть и те, кому за 45. И тех, и других работодатели берут неохотно, говорят люди. Потому поиск работы для них – дело непростое. Кому как повезет. В этом году совсем плохо с работой. Кризис. Стоим здесь, а никто ничего не предлагает. Для казахстанцев предпенсионных лет в Минтруда разработали спецпроект «Серебряный возраст». Планируется, что уже в этом году он изменит судьбу 5000 человек. Именно столько людей трудоустроят по всей стране. В рамках проекта «Серебряный возраст» рабочие места будут организованы со сроком более двух лет. То есть до двух лет. В течение первого года участникам проекта до 50% заработной платы будут субсидироваться через центры занятости населения. 50% будут оплачиваться непосредственно самим работодателям. Многие предприниматели готовы создавать новые вакантные места на таких условиях. При этом тяжелый, неквалифицированный труд, по данным чиновников, специалистам со стажем предлагать не должны. Кадры старше 40-45, они всегда присутствовали на заводах и всегда работали. В Казахстане сейчас вообще достаточно много работы. То есть не работает тот, наверное, тот, кто не хочет. Чтобы участвовать в проекте «Серебряный возраст», надо официально зарегистрироваться на бирже труда как безработный, затем подать заявку. Важное условие – это два года до наступления пенсионного возраста. Новый проект рассчитан до 2025 года. В центрах занятости уже начали обрабатывать заявки. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулу, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент. Итоги дня. Двухчасовой концерт, посвященный столетию Розы Баглановой, прошел в Караганде. В театре имени Сакена Сейфулина собрались ценители творчества народной артистки, поэтому любимые песни подхватывались всем залом. К слову, известные произведения Саули Май, Ахтамах, Сыргуле в исполнении казахстанских певцов зазвучали по-новому. Напомню, президент Казахстана поручил увековечить память участницы фронтовых концертов времен Великой Отечественной войны Розы Баглановой. А государственной организации Каз-концерт присвоено ее имя. Роза Багланова – талантливая певица, которая оставила большое наследие. В честь ее юбилея Казах-концерт проводит творческие вечера во многих городах Казахстана. Такие мероприятия укрепляют связи между концертными объединениями регионов. Казахстанская сборная по борьбе вернулась в чемпионат Азии. Родственники и болельщики встретили спортсмена в международном аэропорту Алматы. Первенство проходило с 18 по 24 апреля в столице Монголии по олимпийским видам борьбы. В декабре прошлого года сборная начала работу с новым тренерским составом. В итоге достигли хороших показателей. И мужская, и женская команды по вольной борьбе заняли третьи места в общем зачете. А в греко-римском стиле наши борцы удостоились пальмы первенства. Таким образом, в копилке наград одно золото, три серебра и четыре бронзы. А борец вольник Азамат Даулетбеков завоевал титул чемпиона Азии. Теперь впереди их ждут летние азиатские игры. Наши борцы выступили здорово. Но расслабляться на этом не стоит. Главным стартом мы определили, Федерация Борьев Казахстана определила летние азиатские игры, которые состоятся 21-25 сентября в китайском городе Ханчжу. Мы со своим коллективом будем целенаправленно двигаться к той олимпической вершине, которую мы перед собой наметили. Такими были итоги дня глазами наших журналистов. Спасибо, что были с нами. И не переключайтесь сразу после нас. Смотрите проект «По сути». Всего доброго и до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин